Сейчас жители дома по улице Кирова 8 в экстренном порядке собирают вещи. Жить в доме с обрушенной крышей невозможно. А еще вчера жители 8-го дома по улице Кирова переполняли эмоции. У людей был шок от случившегося. У них над головой обрушилась крыша. Как дальше жить? Дальше будем жить. Я объясню, как мы будем жить. Пусть идти к себе в квартиру. Кого? Вас? Да, всех. С детьми. Хорошо, да. Так вот сколько можно? Мы же не один год жалуемся на вот эти квартиры. Давайте обсудим это в два часа. Красиво говорить, а вот делать никто не делает. Эмоции давайте уберем. Да, конечно. Пройдите, пожалуйста, без декабря. Да, что нас тут не надо? Да, в дом, 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 дом. Может, мы здесь останемся? Подождем, когда нас завалит. Вообще нормально. Но уже сегодня люди рады и тому жилью, которое им предоставили. Всем жителям деревянного барака пришлось переехать в соседнее общежитие. А там какие вообще условия? Ну, пойдет. Больше всего, конечно, квартиру бы хотелось. Кто бы его нам даст. Когда обрушилась крыша, Сергея Пастухова дома не было. Эту новость он узнал по телефону от своей племянницы. Она испугалась, выбежала из дома. А на улице, когда выбежала, увидела, что крыша-то упала. Сначала просто что-то зашумела, потом был как-то такой грохот, и дом закачался. Я испугался, бежать где-то. Как сообщается в официальном пресс-релизе администрации, ремонтировать дом уже не будут. Обследование здания показало, оно небезопасно и подлежит сносу. На что надеяться тем, кто лишился крыши над головой, пока непонятно. 28 человек, это 12 семей, получили сегодня временное жилье. Когда и где у них появится постоянное, в администрации еще не решили. Зато приняли решение очистить от снега крыши всех аварийных домов.